Даже есть свой правитель, жирный чокоба, вот это я понимаю Майни вновь с вами, всем привет и сегодня с реакцией на видео с канала булджать Давно его не смотрели, я знаю, называется видео Лучшие истории из вам от красной чокоба, Иф онлайн, Вов, Геншин импакт, топ майн булджать А че топ майн? Ладно, давайте смотреть Довольно долго я считал, что самые странные игроки живут в Fallout 76 Они не только играют в эту игру, но еще и умудряются в ней веселиться Но все поменялось, теперь игроки Fallout 76 абсолютно нормальные, адекватные люди Ведь появились игроки Star Citizen Эта игра еще даже толком не вышла и неизвестно когда это случится А фанаты этого космосима уже удивляют весь мир Начиная с того, что они донатят буквально тысячи долларов на корабли в несуществующей игре И заканчивая тем, что радуются бесполезным приблудам, которые получают за реальные деньги Которые они даже не получают по итогу Клатные подписчики Star Citizen, которые, напоминаю, до сих пор находятся в состоянии сырой альфы Получили пистолет, который не наносит урона, является бесполезной игрушкой Но игроки от него в восторге А зачем им тогда? Все именно так Игроки Star Citizen, которые ежемесячно скидывают от 10 до 20 долларов Крису Робертсу за обещания Хайпуют на игрушечном пистолете Ведь игрушка выглядит как настоящий пистолет Но его можно доставать в безопасных зонах, тем самым троллируя игроков И на этом достоинство пистолета заканчивается Классно! Вот это круто! Выстрелы из игрушки абсолютно безвредны, а космонавты на них никак не реагируют Но игроки во всю принялись придумывать, как это исправить Предлагая, например, чтобы липучки из пистолета оставались на броне и стеклах шлемов То, что ради такой функции игру могут снова перенести на 5 лет, никого не смущает Да нет, нормально, пусть игра переносится еще на лет 200 Вещение, что Star Citizen это не игра Это площадка, где богатые люди могут фантазировать, как будут играть за альфов, охрану дворца и злодея с возможностью грабить караваны Дживатши от 5 лет ждут эту игру Надо бы вообще собрать всю абсурдную инфу о Star Citizen и наконец-то понять, как вообще эта игра набирает своей еды все новых и новых людей И как они там разбираются и играют А знаете, кстати, с чем новички точно могут разобраться? С дополнением World of Warcraft Shadowlands Ооо, Вовка, это хорошо, реально хорошо Никак Вовку не все не поиграю До сих пор не могу все поиграть, времени все, блин, нет, жесть Ну, реклама-то хорошо, автор покушает Ну, а теперь можно наливать напитки в банки Подписываться на канал Запомнить, что надо посмотреть целых 50 минут разбора Кстати, себе Bayonet купил первую-вторую для Nintendo Switch Еще не поиграл, конечно, но поиграй обязательно Ух ты Ух ты Хороший бот, мертвый бот World of Warcraft У World of Warcraft сейчас две проблемы Очереди на сервер и ботоводы Реклама Вова Ну, ботоводов и мультибоксеров развелось, ну, очень много Даже Blizzard обратила на эту проблему взор И яро кидается банхаммерами налево и направо И не мудрено Недавно вот один игрок нашел крупнейшую ботоводческую ферму в Вове Несколько сотен друидов Один за одним отправляются в железные доки и другие подземелья Дренора Убивают там NPC, собирают выпавший с них лут И превращают его в золото Тем самым принося владельцу ботоводческую ферму Тысячи и тысячи золотых баллов Гляньте, сколько их спавнится Такая огромная друидская армия почему-то оказалась незамеченной Blizzard долгое время Что, конечно, навевает вопросов Обалдеть, сколько их тут Их просто тысячи, блин Там, где не справляются Blizzard, справляются фанаты Один игрок под ником ActionJesus Решил дать бой ботоводам, уничтожая их с помощью зомбо-чумы Дело в том, что недавно в World of Warcraft проходила Атака Нежити Уже классическое событие, навеянное феноменальным инцидентом порченной крови О котором я уже давно рассказывал Игроки могут превратиться в зомби И атаковать других игроков, чтобы они пополняли армию мертвецов Этой возможностью и решил воспользоваться хитрый игрок Чтобы победить ботоводов В виде зомби он путешествует по миру Очень хитро Находит бота и превращает его в зомби Полностью ломая его цепочку действий Ведь когда боты умирают Они обычно просто бегут к своему телу Воскрешаются и зарабатывают ресурсы дальше Но когда боты превращаются в зомби Они по факту не умерли Ну да, я не знаю что делать Хитро, ой хитро И начинают дикие срачи и споры Зомби, который заразил его работников Если смотреть без контекста То ситуация выходит до боли забавная Самое смешное, что ботоводы Зачем-то стараются Ну это ж так хитро Не, ну слушай Чувак, который там придумал гений Превращать ботоводов в зомби Видите зомби, что боты это здорово и классно Они приносят много ресурсов И ботоводы богаче, чем кто-либо вокруг А потом начинают орать и материться Что зомби все испортил И просто уходят Сокрушаясь на бесчеловечный, несправедливый мир Нет, эта история про споры с зомби Достойно выгодить книги в стиле Терри Пратчета Между прочим Метод экшн-жизуса весьма неплох И Близзард могла бы взять его на вооружение Чтобы бороться с ботоводами Не только привычным банхаймерам Красная комета Файнал фэнтези 14 В некоторые игровые силы Лучше сильно не погружаться Вот что станет с человеком Который пройдет абсолютно все части Бесконечной файнал фэнтези Станет ли он опасен для общества Файнал фэнтези великолепная вселенная Вопрос скорее риторический Все, что вам нужно знать о файнал фэнтези Это японский РПГ С абсолютной силой аниме В каждом пикселе Там есть иррационально огромный меч И милые течки Чокоба О последних и поговорим Чокоба великолепный Вы гляньте какие они миленькие Вы гляньте какие они крутые Они большие, милые Используются как лошади Являются талисманом файнал фэнтези Им посвящают музыку Мини игры, квесты И даже отдельные игры Они получают разных цветов и оттенков Некоторые могут летать Самое популярное это желтенькие Желтенькие это классика И даже есть свой правитель Жирный Чокоба Вот это я понимаю политический строй Все разновидности Чокоба Невероятно милы Их обожают и ценят по всему миру Кроме красных Красные Чокоба мудаки Ты 25 раз Я тут сейчас играл вроде бы И они бесконечно скидывали на тебя Огромные огненные метеоры Прямо из преисподней Простите что? Вот эта милая зараза Нагибает спасителей вселенной Именно так Если ты убил красное оперение Ты мертв Ты можешь даже вызвать Голого мужика взрывающего землю Тебе это не сильно поможет Красные Чокоба 99 уровня Так сильно поразили Нервную систему игроков Что даже разработчики Не рискнули добавлять их В следующие части файнал фэнтези В качестве рядовых противников Максимум на который они решились Устрашающая пасхалка В 12 части Где красный Чокоба 99 уровня Появлялся с минимальным шансом И разносил метеорами Всю вашу группу защитных секунды Но зло всегда возвращается И когда же она вернулась Они вернули? Появились критические сражения На карте появляются Небольшие зоны С сильным противником В которую перемещается Определенное количество игроков Две минуты подготовки И вы либо ломаете монстру лицо Либо монстр ломает его вам По сути это мини рейд Где есть только финальный босс Подземелья И если ваша команда Слаженная Просто этот мировой босс Монстры не такие уж и сложные Огромный механический скорпион Говнодемон Огромный бык Рогатая ерунда Это не проблема Но стоит тебе увидеть курицу По имени Красная комета И ты обречен Буквально за пару дней Красная комета Взорвала сообщество 14 финалки Игроки Идут скриншотами С кучей трупов Вокруг Красного Чокоба Даже с десяток Прокачанных игроков Для этой птицы Была не проблема Она разносила их За считанные минуты Ни один босс Размером с Титаник Не мог сравниться С убийственной мощью цыпленка Если я не ошибаюсь То Красная комета Это единственный босс От атак которого Игроки буквально убегают Если почитать интернет То больше всего гайдов Будет именно по Красной комете И не удивительно Что скоро милейшего Красного Чокоба Начали сравнивать С кроликом из Монти Пайтон Это буквально Сейм Энерджи К слову Это не первый раз Когда Красный Чокоба Терроризирует игроков Это просто Ну блин Это круто на самом деле Что разработчики Помнят эти мемы Уже свои собственные Это круто Два года назад Эта птица появилась В одном рейде Посвященному Файнал Фэнтези 12 Который создавал Один из дизайнеров Файнал Фэнтези Тактикс Тот сам дизайнер Который повинен Появление Красного Чокоба 99 уровня Просто тролль Вскоре Игроки прозвали Рейд Великой Резнёй Чокоба И кажется Комментарии тут Излишни Самое забавное Что по всей видимости Красная Комета Так и останется Убер машиной смерти Файнал Фэнтези 14 Разработчики Не собираются Нерфить птицу Несмотря на плач И мольбы сотен игроков Если Красная Комета Захочет Чтобы ты страдал Ты будешь страдать Это точно Это точно Геншин Импакт Я до сих пор не уверен Можно ли отнести Геншин Импакт К ММО Мне кажется Как многопользовская игра Но не совсем Сессионная ММО Тоже нет Сложно сказать Да Но давайте сегодня Сделаем исключение И скажем Что китайская гача По определению ММО Все потому Что в Геншин Импакт С очередным обновлением Появилась забавная ошибка Игроки случайно Проводили акты Самосожжения Из-за травы В игре есть куча Персонажей Которые обладают Силой определенных стихий Это был баг Я почти всегда умирал От своего же огня То есть это серьезно Это был баг Думаю Почему огненным персонажем Сейчас играть невозможно Воды и ветра Электричество и прочего Комбинируя персонажи Вроде раньше Так урона много не наносилась Которые отлично работают в бою Самое банальное Намочить противников водой А потом жахнуть их электричеством И поскольку Китайские разработчики Вдохновляли Зельдовской ботвой То в Геншин Импакт Стихии естественно Влияют на окружение Лужи электризуются Ветром можно сбивать объекты А трава загорается И вот горящая трава Принесла игрокам Множество проблем Разработчики В недавнем обновлении Решили замасштабировать Экологический урон Дабы игроки Чаще использовали Отружение в схватках Но все пошло не по плану Вот почему Теперь такой урон Дикий Персонажи Персонажи которые используют Огненную стихию Конечно же Поджигают все вокруг Но если раньше На безобидные участки Горящей травы Никто не обращал внимания А ну да вы гляньте Теперь горящая трава Наносила Сумасшедший урон Просто сумасшедший Просто сжигая персонажа заживо Учитывая что Огненные персонажи Такие как Делюк Или Сян Лин Являются популярными Среди игроков Не мудрено Что акты самосажения Стали масс Ё-моё Это просто жесть Казалось бы Ну не стой ты В горящей траве И все Но тот же Ну как можно Не стой ты в горящей траве И все Скиллы все Горящие Ты ближний бой Боец ближнего боя Удары которого Забафаны огнем Не попасть в костер Просто невозможно Большинство игроков Конечно были недовольны Новым экологическим уроном Другие же наоборот Увидели в этом потенциал Для более сложных боев Например Если Делюк Попал в травяной костер То другим персонажам Силой ветра Можно затушить его И тем самым Спасти мечника Но поскольку Такой в кавычках Хардкор Многие не оценили Ну это такой Хардкор на самом деле Ошибка была поправлена А её же поправили А ну просто Не знаю когда её поправляли Но это жуть Это С огнем Это была жуть Киф онлайн Сегодня очень много Ученых и докторов Занимаются изучением ковида И созданием вакцины От этой заразы Тестовые экземпляры Препаратов уже есть Иф онлайн Куда же без иф онлайн И заявляются цифры В 97% эффективности Но знали ли вы Что к созданию Этих препаратов И к базе данных О ковиде Частично приложили руки Капсулеры из иф онлайн Разработчики Исси пи Уже давно запустили Проект дискавери Где пилотам За определенную награду Конечно Предлагают помогать Ученым по всему миру Дабы приблизить Момент новых открытий И закрывать пробелы В знаниях Например В 2017 Капсулерам Капсулеров могли найти Новые экзопланеты Используя Настоящие Астрономические данные Игроки наблюдали За кривыми светимости И искали там Падение этой светимости Когда теоретическая планета Проходит перед звездой Результаты игроков Помогли ученым Собрать более точные данные И понять Не пропустили ли они Еще какую-нибудь Сегодня же Игрокам в Иф онлайн Предложили Рассматривать клетки И обозначать их скопления Просто обводя их в рамочку Простая и на первый взгляд Глупая задача На самом деле Является проточной Цитометрии И помогает ученым Точно выделить Основное скопление клеток И определить их Жизнеустойчивость И количество Поскольку данные Собранные из проточного Цитометра Очень чувствительны И сложны Ни один компьютер Не может точно Обработать эти данные А вот миллионы Игроков Иф онлайн Могут Ученые Благодаря небольшой Мини игре В Иф онлайн Получили почти 40 миллионов анализов И 500 тысяч Обалдеть Это очень круто На самом деле Я уважаю Очень разработчиков В онлайн Но это круто Это гениально Работанное Используется В настоящих исследованиях Говорят что Точность анализа клеток У капсулеров Близка к золотому стандарту Только игрокам Еще нужно научиться Работать с менее Очевидными группами клеток Помимо помощи ученым Игроки получают Внутриигровую валюту И прочие плюшки Поэтому процесс Поиска клеток Не только полезный Но еще и приятный Так что Если в ближайшее время Появится запатентованное Средство от ковида То вероятно К нему приложили руку Игроки Иф онлайн Обалдеть Вот это действительно Неожиданный факт Новые сборочки Что в этот раз Что в этот раз Тысячи процентов Больше урона Всем вокруг Обалдеть Умение длится всего Две с половиной секунды Но поверьте Для любого существа Или игрока Эти две секунды Будут последними Также Рекстрой максимально быстро Проходит и боссов в одиночку Про Гневиона Я уже рассказывал Его Рекстрой победил С одной тычки А вот коллективный разум Рекстрой убивал Аж 14 минут Хотя это настоящий рекорд Благодаря тому Что Акир Хранитель роя Постоянно увеличивал Скорость атаки Своих многочисленных Приспешников Рекстрой Играя за паладина Мог эффективно использовать Классическую механику Вова Каждое парирование паладина Увеличивает его атаку На 50% В итоге Отбил бесконечное количество атак И при этом он фармил Рекстрой умудрился Набрать 23 миллиона урона И коллективный разум Никак не мог придумать Способа своего выживания Или вот Рекстрой потратил Всего 40 минут На Илгенота И всего-то нужно было Собрать предметы Увеличивающие скорость Передвижения на 10% Чтобы уворачиваться от снарядов И использовать забытый Многими талант Последний защитник Из-за чего враги Во второй фазе Чаще вызывали его щиты Мстителя И позволяли снизить Входящий урон на 50% На фоне Рекстрой Насколько он Хорошо знает Варкрафт Человек просто Знает все Малейшие Милипутенькие Штучки Варкрафта Человек становится жалко Игрока под ником Мулини Который потратил Целых 40 часов На попытке сделать Соло-кил Илгенота В героическом режиме Но в конечном счете Ему это удалось На Мулини было 8 эффектов порчи С третьим рангом универсальности И 480 уровень брони На финальную попытку Убить босса Мулини потратил Больше трех часов И возможно Прямо сейчас Рекстрой Придумывает новую связку Чтобы за минуту Убить босса В героическом режиме На убийство которого Уходят часы И это не все истории Из ММО Которых я хотел бы вам Рассказать Человек просто Гене 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 Можете присылать Свои похождения В группу ВК Я с удовольствием И читаю Ну это круто Это очень круто Мне нравятся Подобные ролики И меняются Некоторые факты Вообще удивляют Это вау Вау Поэтому ребята Всем нравятся ролики Булджать Ставьте лайки Покажите своим активом Комментарии Напишите Я буду дальше Смотреть почаще Дерзайте И на меня подписывайтесь Все Всем удачки Всем пока Пау Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok